здравствуйте дорогие садоводы огородники рад приветствовать вас на канале дела огородные сегодня я вам хочу показать помидоры которые выросли в 2018 году пока вот не успела мама у нас оборвать мы решили вам все-таки снять и показать какие же помидоры у нас уродились вот толстой посмотрите вот он гибрид f1 вот посмотрите какой какой красавчик гляньте это вот толстой вот один второй куст очень хорош он в засолке до хорош засолки он могут может идти и в салате но все-таки лучше в засолке потому что плотненький крепенький не кислый такой сладкий помидорчик семечек не сильно много вот выращиваю его в 3-4 стебля посмотрите вот еще видите вот он выращенный 1 2 3 4 стебель стебель основное и 3 пасынка на пасынке выломаны все пасынки поэтому смотрится так жиденько но главное вращиваем помидоры листья нам лишние не нужны у нас там сзади очень громкоголосые соседи мы надеемся что они не сильно будут мешать не должны отвлекать главное чтобы они зрители не отвлекали два куста аполлон тоже гибрид посмотрите какой красавчик посмотрите грозди висят прям пачками пачками по 6 по 7 помидоров смотрите истями но это уже хороший засолочный сорт и вот до самого потолка плоды плотные вкусные до самого потолка вот уперся в потолок это гибрид ф-1 аполлон сортовой помидор ботяня вот посмотрите какой обильный но крупные здесь помидоры уже сорвали есть фотографии там по 700 грамм приличные помидоры вот даже видно но написано что он устойчив к болезням но 1 1 вот этот ботяня начал желтеть пока фитофтора нет но листья желтеть начали первой ботяне это помидор малиновый слон в этом году я сажал такие все сорта в основном вот салатного направления для того чтобы можно было сделать кетчуп всякие заправки лечо очень вкусный вообще малиновые помидоры они самые вкусные а это помидор чудо земли он довольно таки скороспелый с ранние 100 дней созревания и тоже малиновый и тоже малиновый я говорю мы в этом году сажали в основном салатные помидоры а вот это помидор добарау новый помидор новый сорт то что было раньше добарау такой аккуратненькой сливочкой они перестали как вроде выпускаться перестали расти у меня уже таких помидор нет и они стали довольно таки плохого такого содержания а вот это новый добарау новый добарау смотрите какой вытянутый большой крупный помидор вкусной плотной очень мясистый сорт шоколадница выращены в три в четыре стебля довольно таки обильного обильной завязи и хорошие хорошего содержания посмотрите вот какие не дозрел но он еще не созрел вот созревший плод я сорвала с другого куста тоже шоколадница видите красивый и вкусный достойный помидор так это вот русская матрешка посмотрите розовые помидорчики вкусненькие плотненькие очень хорошо в салате и кустик небольшой те у кого вот укрывные тоннели кто сажает в небольших теплицах очень даже хорошо а этот помидор медвежья лапа довольно таки такой обильный кустик небольшого роста но вот недостаток он видите вот такая трещина на всех помидорах вот такая трещина так что этот помидор только в салат видите вот здесь вот у меня две плети гибрид красавчик он так и называется красавчик вот я ничего не преувеличил посмотрите действительно красивый вот еще рядом помидоры красивые он похож на аполлон но он немножко такой вот оранжевого цвета вот смотрите зрелые зрелые плоды они оранжевого цвета вкусные и тоже очень хороший засолочный сорт и вот здесь вот посмотрите вот здесь для цельноплодного консервирования подходит идеально и вот еще второй куст и вот еще мне красавчик смотри тоже самое смотрите самого низа самого низа и до самого вверха идет гроздями вот здесь он у меня в три стебля а здесь вот маленький кустик небольшого роста он 60 80 сантиметров всего ростом посмотрите весь обливной это марианна плотные какие помидоры они хорошо пойдут в засолку очень плотные и маленькие и обливной их конечно можно сажать и чаще но у меня здесь вот такая посадка что друг другу не мешают но и посмотрите как как какое это помидорчик санрай тоже плотненький вот уже созрел только у красного по красного цвета плотной хорошо в засолку пойдет посмотрите ну очень крепкий такой и и наверное хорошо будет транспортироваться потому что но очень толстая кожа у него самое главное посмотрите на куст он не лопается трещин нет а это вот pink bush посмотрите какой усыпанный кустик тоже небольшой и тоже небольшой малиновый плотненький и в засолку и салаты очень хорош очень плотный рекомендуем будет до вкусной а это вот помидор легионер посмотрите какой обливной невысокий он до 80 сантиметров здесь около метра вырос потому что в теплице но посмотрите сколько помидоров посмотрите сколько завязей и еще вот он здесь продолжает завязываться вверху сейчас внизу оборвем эти вот начнут вот пойдут в рост и макушечка готова дальше подрасти посмотрите какой кругленький похож на pink bush но это легионер самое главное что я вам хотел показать это то что вот эти помидоры не подвержены вирусным грибковым заболеваниям посмотрите все листы зеленые больных почти нет за исключением вот пожелтели только ботяня а остальные помидоры стоят все зеленые готовы расти дальше и увеличиваться в росте а ну и на этом давайте закончим до свидания до новых встреч на канале дела народные пока пока